Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ Новости. В студии для вас работает Айнур Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о самом главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорожная карта занятости, проблемы образования, поддержка малого и среднего бизнеса. Эти и другие темы стали предметом обсуждения на аппаратном совещании под председательством Акима Алматинской области. Глава региона указал на имеющиеся пробелы и дал поручение устранить их в кратчайшие сроки. 17% общего валового сбора по стране обеспечивает Алматинская область. Таким образом, аграрий и животноводы региона обеспечивают продпояс не только области прилегающего мегаполиса Алматы, но и систематически проводят сельскохозяйственные ярмарки в столице. Вот и в этот раз для жителей и гостей Нур-Султана была развернута первая в этом сезоне ярмарка, куда предоставлены 360 тонн свежайшей экологически чистой продукции. Предметом обсуждения стала бизнес. Задача на этот год обеспечить внутренний объем 35%. Сейчас этот показатель 32,5%. Кроме того, стало предметом обсуждения обеспеченность интернет-связью. 82 села Алматинской области предстоит обеспечить качественной интернет-связью. Пока занятия в этих населенных пунктах ведутся традиционно, но с 50% наполняемостью классных помещений и соблюдением строгих санитарных норм. Для решения проблемы в кратчайшие сроки подписан ряд договоренностей с различными мобильными операторами. Больше всего у нас опасение вызывает не наличие в Материнской технической базе у учащихся компьютерной техники, а именно наличие интернета. Сейчас в 732 населенных пунктах у нас около 82 сел отсутствует интернет. Благодаря меморандуму с Министерством национальной экономики 11 сел будет проведено. ШПД 11 сел управления цифрализацией вместе с мобильными операторами договорились о антенномасческих сооружениях. Плюс 24 села у нас будут охвачены благодаря усилиям местных исполнительств, районных агематов и частных средств. Тем самым будет устранена одна из ключевых проблем в сфере образования. Решается проблема сокращения безработицы и увеличения числа самозанятых. Для достижения поставленных целей в области активно реализуются программы по микрокредитованию малого и среднего бизнеса. Однако потянуть работу нужно еще в Талдокургане и Текилии. Однако Ким области посчитал эту работу недостаточной, отметив, что времени до конца года осталось совсем мало. В сентябре 9 месяц ты только пул формируешь. Действенный механизм для роста экономики и развития индустриальных зон. Амандык Баталав выразил недовольство о работе промышленной территории в Талдокургане, так как предпринимателям препятствует ТОТИ Мерсерик. Тариф для подъезда на тупик в зоне, установленном товариществом, оказался для многих бизнес-структурно-кладным. Вопрос затянулся, хотя поручение разобраться в ситуации было дано ранее. В связи с чем, Акиму города и первому заместителю Акима области, курирующему этот вопрос, вынесено предупреждение. Предприниматели не могут завозить продукцию в Талдокурган. Мы должны создавать для них все условия. Нельзя относиться к этому спустя рукава. Поручаю решить вопрос в ближайшие дни. Тем временем по трудоустройству Алматинская область занимает лидирующие позиции в республике. По плану было создание 46 тысяч рабочих мест. Около 39 уже создано. А в рамках ДКЗ в области реализуются более тысячи проектов. Пройдут ремонт социально-культурные объекты, обновятся дороги, наладится система водоснабжения. Пять школ уже сдали в эксплуатацию. В конце сентября сдадут еще две. Амандык Баталов поручил ускорить эти работы. Также в кратчайшие сроки следует освоить 13 миллиардов тенге, выделенных на строительство по дорожной карте занятости. Эти средства, выделенные по программе «Дорожная карта занятости», нужно освоить. Уже год прошел. Нужно включить строительство школ. Мы должны освоить 13 миллиардов. Примите во внимание это. Работа во время пандемии продолжается. Значительно стабилизировалась и эпидситуация по коронавирусу. За последние пять суток зарегистрировано минимальное количество случаев заражения. Амандык Баталов поручил ответственным лицам продолжить профилактическую работу среди населения. И особое внимание будет уделено реализации 11 приоритетов, озвученных в нынешнем послании главы государства. Алексей Цой, Жаслан Шинкенжи, Телеканал ЖТСУ. Одним из 11 направлений в послании президента народу Казахстана является открытый диалог сотрудников правоохранительных органов с людьми. Это направление должно стать приоритетным в системе подготовки и подбора кадров, сказал Касмжумар Тукаев. Наряду с этим глава государства поручил ввести сплошное видеонаблюдение в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции страны. Случай зарегистрирован в Талдыкургане. Уличное ограбление записала камера наблюдения. Именно это помогло местным полицейским поймать вора по горячим следам. Еще одна запись доказывает преступление подозреваемого о хищении велосипеда в одном из многотажных домов города. В целом, с начала года раскрыто 141 преступление с помощью камер видеонаблюдения. В Талдыкургане на сегодня функционируют около 900 камер наружного наблюдения. Следят за мониторами и преступностью в городе специалисты Центра оперативного управления полиции. Установленные практически во всех районах областного центра камеры наблюдения стали мощным подскворьем для полицейских в борьбе с преступностью и правонарушениями. В центре видеонаблюдения Талдыкургана каждый день приступают к работе инспекторы, которые в течение суток находятся здесь. Через рацию они передают все административные нарушения, совершенные в областном центре, в участковую и дорожную полицию. В раскрытии преступления роль камер значительная. Записи с камер видеонаблюдения используются как для раскрытия преступлений по горячим следам, так и в качестве доказательной базы в суде. С начала года по ним привлечены к административной ответственности более 11 тысяч человек. В связи с увеличением камер видеонаблюдения на территорию голода повысилась раскрываемость преступлений и административных правонарушений. Камеры у нас в данное время расположены в труднодоступных местах, дачных массивах, куда ежедневно не могут направляться комплексы силы полиции, полицейские. Мы с помощью камер можем осуществлять видеоконтроль и видеонаблюдение и в свое время направлять комплексы силы полиции для реагирования на все виды правонарушений. В целом в Алматинской области на сегодня имеются более 1200 камер видеонаблюдения. Их количество на следующий год увеличится. В планах установка более 900 дополнительных камер только в городе Талдыкурган. Растительный мир требует защиты, считают представители территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. По их мнению, государству необходим закон, который регулировал бы сбор, хранение и использование редких и лекарственных дикорастущих трав. Принятие подобного законопроекта повлечет изменения нескольких кодексов Республики Казахстан. Тем не менее, по словам специалистов, принятие закона играет важную роль в экологии и экономике страны. Настоящий закон, который мы собираемся принять, он бы регулировал и регламентировал порядок сбора, хранения, сдачи лекарственных сырья. У нас есть много предпринимателей, которые бы хотели заниматься сбором салатка красной, корнем салатка красной. Поскольку этот закон у нас не был принят, регулирующих механизмов не было. Кое-где предприниматели, допустим, построили цеха, заводы, но сырья они не могли получить. 90% государственных услуг перевести в онлайн-формат намеренно государства в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан». Однако приобщить к этому простой народ на деле оказалось не так просто. В целях реализации данной задачи в Талдыкургане создано 49 уголков самообслуживания, в которых 33 обученных добровольца помогают жителям региона получить госуслуги через веб-портал электронного правительства и через мобильные приложения. Азат Рамазанов, студент Государственного университета имени Ильяса Жансугурова, будущий правовед. Вот уже три месяца он трудится во фронт-офисе «Опенталдыкурган». По словам молодого парня, устроиться сюда ему не составило труда. В центре занятости, куда он обратился за поддержкой, ему предложили эту работу, на что он согласился с удовольствием. Как утверждает Азат, он оказался в нужном месте и в нужный час. Эта работа дала мне очень большой жизненный опыт. Я научился, как бы говоря, разговаривать с людьми, оказывать им помощь. Я сам мечтаю когда-то работать прокурором и также помогать людям, трактовать закон людям, объяснять, что как есть. Как известно, в «Талдыкургане» функционирует 49 уголков самообслуживания. Услуга запущена в связи с изменением формата работы цонов. Через данные уголки население региона может получить как консультацию по самостоятельному обслуживанию в онлайн-формате, так и саму услугу. На сегодняшний день в них работают 32 обученных волонтёра. Они помогают горожанам оформить АЦП-ключ, получить различные справки, прикрепиться к медорганизации, встать в очередь в детский сад и многое другое. По словам ответственных, в день только во фронт-офисе «Опенталдыкурган» добровольцы обслуживают почти 300 человек. В среднем на каждого приходится по 40 услугополучателей. Через уголки наших самообслуживаний можно получить более 400 видов электронных государственных услуг, а также можно, не выходя из дома, через приложение EGOF Mobile, через Telegram Bot и через Call Center 1414 можно получить эти электронные государственные услуги, не выходя из дома. На сегодняшний день, благодаря волонтёрам, более 5000 жителей региона получили свыше 2500 государственных услуг. Стоит отметить, в Алматинской области, согласно реестру, оказывается почти 500 государственных услуг, из которых свыше 400 можно получить в электронном формате. Айнур Мирханва, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Рука помощи. Акцию по поддержке населения провели сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям города Талдыкурган. Жителям города помогли провести диагностику отопительных приборов и прочистку дымоходов, а в некоторых случаях даже ремонт. Мы волонтёры партии ЖАСАТАН и представителями УЧС. В рамках акции мы помогли подготовить печи к отопительному сезону. Жители города рады оказанной помощи. Их эмоции явственно показывают, что они ценят не только труд спасателей и волонтёров, но и их заботу. Ребята с МЧС приехали, печку мне сделали, все колодцы поправили, консультацию провели мне, дали буклеты, чтобы я все, как правило, безопасности, чтобы сразу вызывал. В рамках акции спасатели и волонтёры навестили жителей домов с печным отоплением, протягивая руку помощи в подготовке отопительных приборов к предстоящему сезону. Управление по чрезвычайным городом Талдыкурган совместно с волонтёрами, а также совместно с аварийной службой газа в рамках акции рука помощи помогли семьям по подготовке к отопительному периоду, помогли семьям по замазке печей и чистке печей. Главная цель акции – профилактика пожаров в отопительный сезон и возможного отравления жителей частного сектора угарным газом. Служу Республике Казахстан. Сотни солдат-срочников, служащих в частях Алматинской области, присягнули на верность Родине и народу. Но в этом году в столь волнительном моменте родители и близкие молодых защитников Отечества принять участие не смогли, но наблюдали за процессом онлайн. Присягаю беспрекрасно исполнять возложенные на меня обязанности воинские уставы и приказы командиров и начальников. Стойко переносить тяготы и лишения военной службы. Принятие присяги – волнительное событие в жизни каждого молодого бойца. В этом году торжественная церемония в десантно-штурмовой бригаде Капшагайского гарнизона прошла без гостей. Увидеть родные лица сыновей родственники могли в онлайн-режиме. Карантины соблюдения санитарных требований не повлияли на боевой дух будущих десантников. До знаменательного события военнослужащие срочной службы изучали уставы, занимались физической, строевой и огневой подготовкой. И вот настал торжественный момент, когда каждый из 350 бойцов повторил клятву верности своей родине. За год службы новоиспечённые десантники проходят курс общевой войсковой подготовки. Участие в полевых выходах, боевых стрельбах, обучаются вождению грузовых автомобилей с тяжёлой техникой. Совершают они и первые прыжки с парашютом. О нём мечтает и новобранец Вадим Литаш из воинской части 18404, расположенной в городе Талдыкурган. Десантно-штурмовые войска – это самые лучшие войска, по моему мнению. Мы приняли сегодня присягу. Мы должны до последней капли пота защищать Родину. Желаю своим боевым товарищам, чтобы они держались до конца, а служили гордо, с достоинством и честью. На базе войсковой части 18404 в воинской писяге приводится 210 человек. В четырёх областей это Атырау, Уральск, Алмата и Павлодар. Служить они будут согласно плану боевой подготовки. Год согласно Конституции законодательства Республики Астан. В семь раз увеличат квоты на ЭКО в Акмолинской области. В прошлом году с помощью этой квоты на свет появились 27 детей. Услугой оплодотворения в пробирке тогда воспользовались 37 пар. В нынешнем году их число возросло до 45. Реализация в стране программы «Ангсаган-Саби», по словам специалистов, увеличит шансы для бездетных семей обрести родительское счастье. Сегодня каждая шестая семья в Казахстане не может иметь собственных детей. И около 20% казахстанцев считают это весьма весомым основанием для развода. По мнению специалистов, реализация спецпрограммы позволит снизить эту неутешительную статистику. Дискотеки на крыше многоэтажки проводили в Алматы. По словам одной из жительниц этого дома, шумные вечеринки здесь проходят каждые выходные. Музыка гремит на весь район. С просьбой принять меры она обратилась в Фейсбуке к начальнику управления полиции Алмалинского района. Сотрудники полиции отреагировали на сигнал и отштрафовали нарушителей. Гори-тусовщики были привлечены к ответственности за загрязнение мест общего пользования и распитие алкогольных напитков в общественных местах. Житель Нур-Султана устроил пышное козызоту во время карантина. Мониторинговая группа, устроенный в честь проводов невесты Той, был прерван в столичном ресторане Ханталапай. Несмотря на постановление главного санврача, организатор мероприятия пригласил около 50 гостей. Ничего против этого не имел и владелец ресторана, подвергнув опасности здоровью приглашенных. Дело передали в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг района ИСИЛЬ. Все нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Коронавирус убой и способы просты. Сотрудники УЧС города Талдукуркан ведут разъяснительную работу с жителями города. В рамках профилактических мероприятий спасатели посетили большинство оживленных пунктов города. Оборудованным на автотранспорте громкоговорителем, сотрудники УЧС напоминают жителям о важности соблюдения мер карантина, ношении масок, социальном дистанцировании и использовании санитайзеров. Сотрудники УЧС города Талдукуркан с начала пандемии в местах с массовым пребыванием людей идет оповещение. Во-первых, это как профилактическая работа, предотвращение от заболеваемости коронавирусной инфекции. То есть людям даются рекомендации. Есть специальная у нас машина громкоговорящего устройства на базе УАЗ, посредством него и у нас идет оповещение на ежедневной основе с начала пандемии. Управление по чрезвычайным ситуациям города Талдукуркан призывает всех жителей соблюдать меры предосторожности от заболеваемости коронавирусной инфекцией. Жители и гости города положительно реагируют на напоминания и стараются выполнять рекомендации. Вот эту машину видим уже не первый раз здесь. Часто на Даулете она стоит. Вот сегодня здесь увидела ее на коммунальном рынке. Считаю, что важно людям напоминать о том, что нужно носить маски, соблюдать меры предосторожности, пользоваться антисептиками, избегать скопления народа. Рустам Аралбаев, Аблах Тухпай, телеканал ЖИЦУ. Начали предупреждение об эвакуации. Сейчас скорость ветра в центре тайфуна достигает 80 метров в секунду. Синоптики опасаются наводнений и схода оползней. К стихии готовятся также и в российском приморье и на корейском полуострове. Добавим, это уже второй тайфун, обрушившийся на Японию только за последнюю неделю. Несколько дней назад там бушевал Майсак. Власти Франции ожидают увеличение числа госпитализации в отделениях интенсивной терапии. Скачок, уверены эксперты, может произойти в ближайшие две недели. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливио Веран. На сегодня рост числа новых случаев коронавируса во Франции в несколько раз опережает показатели других стран Европы. Ранее во Франции за сутки было выявлено больше 9 тысяч новых случаев коронавируса. Это самый большой ежедневный скачок во Франции с начала эпидемии. В Бельгии протестуют против безработицы. На акцию в Брюсселе вышли сотни работников сферы культуры и развлечений. По их словам, карантинные и ограничения на проведение массовых мероприятий оставили их без работы и заработка. Больше всего пострадали сотрудники ночных клубов и баров, остановивших работу сразу после начала вспышки. Теперь демонстранты требуют обеспечить их работой. Добавим, с начала эпидемии коронавирус выявили у 88 тысяч бельгийцев, почти 10 тысяч умерли. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok